Канал Абзагет поступил такой вопрос, что страшнее грешить против себя или против Бога, что страшно на самом деле. И грех уныет грех, грех он всегда убивает. Что страшнее, один вид яда или другой вид яда? Один может быть быстро действующий, другой медленно действующий. Ну какая разница, и тот, и другой страшно, потому что убьет. Что страшнее богохульствовать, или разрушает свое здоровье? Ну конечно, богохульство выглядит страшно. Конкретно хула на Бога, восстание против Бога. Но ведь когда мы разрушаем свое здоровье, мы тоже грешим против Бога. Можно будет сказать, ну вот какой-нибудь человек зависимый от алкоголя, я же никого не трогаю, я там пью себе потихоньку. Никого не мешаю, никто это может и не видит даже. Но надо помнить, что здоровье на Богом дано. И человек это образ и подобие Божие. Поэтому, если мы думаем, что это наше здоровье, это не так, это дар Божий. Если мы думаем, что это наша жизнь, это тоже неправильно, потому что это не наша жизнь, это жизнь Божия. У нас на самом деле своего здесь ничего нет на земле. Вот свои только грехи у нас. Вот это точно наши, свои. А все остальные, это не наши. То есть, все нам дано Богом либо непосредственно, либо посредственно через людей. Поэтому, когда мы грешим против себя, как нам кажется, в себя, против своего, мы все грешим против Бога. И грех он так же убивает, он так же делает нас несчастными. Грех лишает нас слуха, чтобы слушать Слово Божие. Грех лишает нас зрение, чтобы видеть присутствие Божие. Грех лишает нас разума, чтобы рассуждать духовно. Грех лишает нас любви, делает нас одинокими. И поэтому, когда возникает какой-то посыл, согрешить или не согрешить. Может быть, тихо согрешить, может быть, так, чтобы никто не видел. Может быть, ничего такого, есть какие-то мелкие грехи, но любимые. Можно кого-то там поосуждать, никто это не услышит, я внутри себя поосуждаю. Можно впать в какую-то зависимость от еды, от алкоголя, там не знаю чего. Можно просто пофантазировать и принять какие-то дурные мысли в голове. Никто же этого не видит. Но каждый раз надо спросить себя, а ты хочешь стать слепым, глухим, безумным, одиноким, безблагодатным, несчастным? Зачем тебе это надо? Грех тебя отравит. Грех тебя убьет в конечном итоге, духовно убьет. Поэтому всякий грех нуждается в покаянии, всякий грех нуждается в том, чтобы мы с ним боролись, отвергали его. Всякий грех – это болезнь и по-другому быть не может. И лучше не сравнивать, какой грех страшнее, какой слабее. Все грехи по-своему страшны, потому что каждый грех, каждая болезнь греховная ведет нас к вечной смерти. А покаяние, наоборот, ведет нас к вечной жизни. Апостол Павел говорит так, что грех не должен над нами властвовать, господствовать. Ибо вы, говорит апостол Павел, не под законом, а под благодатью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!